Вы смотрите программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. Ремонт детских садов, больниц и дорог. Кап-вложение в сельское хозяйство, личностный рост. Губернатор обозначил главную задачу правительства и властей на местах на перспективу. Но в части доходов людей трудное наследие прошлого мы пока не преодолели. Люди пока в основном живут трудно. И доходы людей точно могут и должны быть выше. Подробности в сюжете. Ночная трагедия возле Синей Осоки. Трое погибших, несколько человек в больнице. Чей автобус попал в аварию, мы выясняли. Новая одежда для проблемных участков. Какие еще улицы в Иванове заасфальтируют? В этом году празднование Дня города решили перенести на последнюю субботу лета, на 26 августа. Все для того, чтобы успеть закончить работу на двух проспектах. Ну а мы решили спросить у ивановцев, чего они ждут от Дня города и какие строят планы. Плавный Ивановский край сердцу милый, Юрьевицкий, не шмапучийший плес. За падение льдин из крыши дома на коляску с ребенком в Фурманове перед судом ответил замдиректор управляющей компании. Он был признан виновным. Как повинился перед пострадавшими, расскажем. Переехать из столицы в Глухомань, чтобы найти там счастье. Как у меня, как мошек. Хорошо живем. Хорошо. Раскроем секреты пушистой радости и любви от семьи Киаск. Они новые герои нашего проекта на ПМЖ. Кто хочет любви, тот, наверное. Тот, пожалуйста, к нам. Вот сюда, пожалуйста, в Демидово, в Питово. Так и ты. Ирина Васильевна. Да. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Глава региона отчитался о работе правительства за пятилетку. Мероприятие состоялось на расширенном пленарном заседании областной думы. О нем присутствовали представители муниципальных образований. Подробности доклада у Ирины Афониной. Минувший год был непростым. Практически экономику перестраивали, что называется, на ходу. Однако не просто выставили, но и показали отличные результаты. Жили, кстати сказать, по средствам. Разобрались с долгами. Бюджетную политику региона можно назвать ответственной. За пять лет на треть снизился объем государственного долга. А долг перед коммерческими банками сведен к нулю. Сумма сэкономленных средств в миллиард семьсот миллионов рублей. В итоге прирост инвестиций. По темпу роста находимся среди лидеров в Центральном федеральном округе. Системный подход к работе руководства Ивановской области позволяет развивать экономику. Привлекать инвестиции, создавать рабочие места. Так, за пять лет в области было создано более 16 тысяч рабочих мест, в том числе и в Родниковском районе. Приятно было услышать, что Ивановская область является лидером по производству швейных, текстильных и трикотажных изделий. В 2018 году приняли решение о ежегодном росте региональной поддержки сельского хозяйства. Наш регион всегда считался зоной рискованного земледелия. Однако при современных технологиях ситуация изменилась. За последние пять лет, конечно же, у нас выросло очень сельское хозяйство. Вы сами слышали, что сейчас уже более 29 тысяч гектар у нас вошло в оборот, который давным-давно не обрабатывается. То есть, думаю, что со времен Советского Союза. А если есть обработка сельского хозяйства на селе, значит, это есть рабочие места, это есть заработная плата. Это, конечно же, будет развиваться инфраструктура, это дороги, это газ. Ну, конечно же, благоустройство наших сельских поселений, а для нас это очень важно. За пять лет построили 11 животноводческих комплексов, пять модифицировали. В прошлом году построили зерносушильный комплекс. В полтора раза увеличилось число фермерских хозяйств. По программе комплексное развитие сельских территорий газифицировали более полутора тысяч домовладений. 200 домов обеспечены водоснабжением. Более 600 семей улучшили жилищные условия. Люди должны жить в комфортных условиях. Комфортные условия – это, конечно, благоустройство, это развитие дорожной сети. И здесь очень у нас значительные успехи. Ну и, конечно, целый ряд проблем связан с развитием социальной сферы. Мы не можем говорить о том, что у нас все хорошо в здравоохране. Нам еще много над чем здесь работать. За пятилетку укрепили материально-техническую базу отрасли. Отремонтировали лечебные учреждения. Основная задача будущего – повысить качество оказания медицинских услуг. Если раньше в регионе оставалось около 40 выпускников медакадемии, в этом году в разы больше медиков не хватает. Впрочем, основная задача – создать условия для молодых специалистов всех вузов и мотивировать их не покидать регион. Прежде всего, необходимо создать условия для развития личности. Наш регион участвует в образовательной программе «Профессионалитет», которая рассчитана на подготовку специалистов в колледжах. Наш регион стал победителем в конкурсе на создании межвузовского кампуса международного уровня. Кампус будет расположен на базе Большой Ивановской мануфактуры в областном центре. Сегодня город является по праву одним из самых светлых городов России. Следующее отметить, что Санислав Сергеевич большое внимание уделяет развитию нашей дорожной инфраструктуры. Мы видим, как преображаются наши автомобильные дороги. Впервые за десятилетия город стал вкладывать средства в развитие частного сектора. Председатель общественной палаты, оценивая сделанное, отметила – факты говорят сами за себя. В прошлом году в рамках программы капитального ремонта садов отремонтировали 65 дошкольных учреждений. А в этом их будет отремонтировано более 80 и на этом не остановится. Списки очередности ремонта составляют как раз члены общественной палаты. Очень важные вопросы, связанные с реализацией проекта «Решай вместе». Здесь тоже есть конкретные результаты. Те денежные средства, которые были в бюджете сэкономлены или выявлены в размере 700 миллионов рублей, они были направлены тоже на социальную сферу и результат налицо. Основной принцип подхода правительства к работе – это системность, комплексность и качество при поддержке федералов. Нам, коллеги, все-таки за пять лет все-таки кое-что удалось сделать. При серьезной поддержке президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, благодаря национальным проектам, которые инициировал наш президент, мы вместе фактически смогли с вами заложить фундамент нашего будущего развития региона. Но в части доходов людей трудное наследие прошлого мы пока не преодолели. Люди пока в основном живут трудно, и доходы людей точно могут и должны быть выше. Чудес не бывает. И для решения этой, как я уже говорил, главной задачи нужна ритмичная, слаженная и последовательная работа всех уровней властей и всех неравнодушных и активных жителей Ивановской области. Ведь там, где мы работаем вместе с людьми, вместе вырабатываем решения, там у нас все получается. Уверен, так оно и будет. Все в наших руках. Ирина Афонина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В Иванове заменят старый асфальт на новый еще на нескольких проблемных участках. Речь идет о дорожных развязках в районе Третьей горбольницы. В частности, улицу Вторую газетную отремонтируют на всем протяжении. Это более 700 метров от улицы Постышева до Третьей Южной улицы. Дорожники также установят знаки, бордюрный камень, обустроят тротуары и нанесут разметку. Одновременно сделают искусственные неровности, совмещенные с пешеходными переходами. В настоящее время работы завершены на 70%. В первых числах июня подрядчик предполагает все закончить. Дополнительно, мэрия в этом году намерена благоустроить еще Тверскую улицу, на которой располагается женская консультация. Мы уже в этом году получили порядка 170 миллионов рублей межбюджетными трансфертами, что позволяет нам тоже реагировать оперативнее на обращения жителей, когда надо или увеличить стоимость объекта, который мы делаем, либо в этом году уже сделать то, что запланировано на следующий период. Страшная авария произошла в среду около 10 часов вечера на московской трассе в Тейковском районе. У Синия Соки на большой скорости столкнулись микроавтобус «Мерседес Спринтер» и «КамАЗ» с полуприцепом. Грузовик ехал из Москвы маршруткой с Кинишмы. По предварительной информации, водитель «Мерседеса», мужчина 54 лет, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «КамАЗом». После столкновения автобус опрокинулся, водитель погиб. Также от полученных травм на месте ДТП скончались два пассажира – мужчина и женщина. Еще четверых доставили в больницу, но госпитализация потребовалась только двоим. Одну женщину оставили на месте ДТП после осмотра. Всего в салоне маршрутки было семь человек. Водителю «КамАЗа» медпомощь оказали на месте. По нашей информации, «Мерседес» совершал частную поездку. Это не рейсовый автобус, а вообще грузопассажирский фургон. Предположительно, кинишемцы направлялись в Москву как платные попутчики, откликнувшись на объявление водителя в интернете. Соответственно, они не были застрахованы. Все детали будут выяснены в ходе расследования. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, что привело к гибели двух и более лиц. Следственная группа и эксперты работали на месте ДТП несколько часов. Транспортная пробка сохранялась как минимум до пяти утра. Свою проверку по факту смертельной аварии проводит прокуратура. В филиале Ивановской текстильно-галантерейной фабрики потушили условный пожар. Спасатели и сотрудники предприятия отработали действия во время чрезвычайной ситуации. По легенде, в производственном цехе Ивановской текстильно-галантерейной фабрики вспыхнула горючая жидкость. Огонь захватил площадь в 70 квадратных метров и начал распространяться дальше. Сработала пожарная сигнализация. Сотрудники позвонили в ЕДДС и начали эвакуацию через запасные выходы. Один человек замешкался. Звено газодымозащитной службы отправилось на его поиски. На сотрудника надели защитную маску и вывели на свежий воздух. Очаг пожара тушили, в том числе и пеной. С помощью лестницы обследовали крышу. Чтобы оценить обстановку, применили также беспилотный аппарат. Учения на фабрике проводят второй раз. Условный пожар ликвидировали. Распространение огня не допустили. Привлекались 8 единиц техники и 28 человек личного состава. Сотрудники предприятия и пожарные с поставленными задачами справились. За падение льдин из крыши дома на коляску с ребенком в Фурманове ответил заместитель директора управляющей компании номер 2. Он был признан виновным. Напомним, 15 марта на улице Мичурина с пятиэтажки съехал заледеневший снег. Глыба упала на коляску с годовалой девочкой. Малышка получила сотрясение мозга и ушиб. Была госпитализирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял под личный контроль Александр Бастрыкин. Обвинение предъявили заместителю директора управляющей компании Сергею Жукову. Вину он полностью признал. Выплатил пострадавшей семье компенсацию. Суд прекратил дело, назначив подсудимому штраф в 70 тысяч рублей. Судебное постановление в силу пока не вступило. В свою очередь прокуратура оштрафовала управляющую компанию номер 2 на 125 тысяч рублей. На момент прокурорской проверки снег и наледь не были убраны более чем с 40 крыш. По решению суда администрация Юревецкого района должна будет восстановить печь в муниципальной квартире двухэтажного дома. В суд обращалась прокуратура в интересах жителей. Жители Юревецкой двухэтажки на Советской улице жаловались на бездействие управляющей компании. Поясняли, что в одной из квартир обрушилась печка. Помещение, где произошел обвал, стоит пустым уже много лет. Но прямо над ней живут люди, и есть риск, что их печка, которая держится на остатках конструкции на первом этаже, может рухнуть в любой момент. Прокуратура провела проверку. Факты подтвердились. Оказалось, что печь разрушена в муниципальной квартире, но администрация ее не восстанавливает, хотя должна следить за своим имуществом. Надзорный орган обратился в суд, который вынес решение обязать власти отремонтировать печь. Сначала ремонт проспектов, потом день рождения. В этом году празднование Дня города Иваново перенесли на конец августа. Наша съемочная группа узнала у ивановцев, какие они строят планы на этот день. А чего ждете от Дня города? Чего-нибудь нового, интересного, наверное. Того, что еще не было. Ну и, конечно, праздничный фейерверк. Ну вот, на салют-то пойдете, самое главное? Обязательно. На салют пойдем, да, с детьми. Пройти, посмотреть, погулять, какой народ, что они будут делать тут. Вот интересно жить все-таки. Я с Дальним Востоком, мне было бы интересно. Будет много крутых ярмарок, ярмарок, да. И в конце будет классный настоящий салют, который произведет впечатление на все население нашего прекрасного города. День города – это все равно праздник. А праздник должен быть веселый, хороший, интересный для всех возрастов. И для детей, и для молодежи, и для людей нашего возраста. А знаете самые известные песни о городе Иваново? Ну да, Иваново, город этот, как, забыла уже. Давайте вместе поем. «По золотому кольцу приезжайте вы». Это тоже слышала. Ну вот первое такое было, Иваново. А Иваново – город невест. Славный Ивановский край сердцу милый, Юрьевицкий нишмопучий шиплес. Ты в самом центре огромной России, Манишь к себе белостворьем берез. Так и быть, я приеду в Иваново, а Иваново – город невест. Он «Золотое кольцо сметанин» хорошие песни в свое время написал. Знаете, почему Иваново – город невест считается? Почему Иваново – город невест? Ну, мое логическое суждение. Ну, если честно, не знаю, но я могу предположить, что тут живет больше женщин, чем мужчин. А невесту нашли себе уже? Нет. Я думаю, пока еще рано об этом думать. А вот есть у вас любимые улицы в городе Иваново? Улица? У меня вот, например, все любили. А улица мне в свое время нравилась Рязанская, потому что я там много лет жила. Живу на улице Суворова. У нас там дворик хороший, мы там гуляем. Вокруг храма, белой церкви. Вот там хорошо, мы там гуляем все. Да, вот сейчас на Ленинску пойдем. Вот у меня есть сопровождающий дет, который покажет. Колесо обозрения. Довольно-таки так красиво сделано. Ну и вообще-то город у вас чистенький. Я понял, что я тоже был во многих городах. И мне так очень этот город понравился. В Иваново мне нравится все. Все площади, все дома, все. Ну прекрасная природа. Ну что еще лучше? Вот ну что лучше вот еще? Ну все, прекрасный город, чистенький. Так, ну все абсолютно. Ну что еще лучше? Чего пожелаете вот к дню рождения города Иваново всем жителям? Любви, крепкого здоровья и чтобы друг друга понимали и было добра больше и понимания. Сейчас короткая реклама и вот о чем расскажем далее. Аллея Победы из 78 берез появилась на берегу санатория имени Станка. В годы Великой Отечественной войны он выполнял функции госпиталя. На зеленую акцию собралось более 50 человек. Березы, они играют очень большую роль для укрепления берега. Переехать из столицы в Глухомань, чтобы найти там счастье. Как мошек. Хорошо живем. Хорошо. Раскроем секреты пушистой радости и любви от семьи Киаск. Они новые герои нашего проекта на ПМЖ. Кто хочет любви, тот, наверное... Тут, пожалуйста, к нам. Вот сюда, пожалуйста, в Демидовых, в Питомник. Ты киты. Ирина Васильевна. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аллея Победы из 78 берез появилась в четверг на берегу профсоюзной здравницы санатория имени Станка. В годы Великой Отечественной войны он выполнял функции госпиталя. На зеленую акцию собрались более 50 человек. Подробности из Кеншемского района у Алины Марочевой. С нами и покой всех дороже, не донет пушкая лука. В этом случае им песня «Сажать и жить» помогает. Ребята из детского сада гуляли рядом и не смогли пройти мимо. Захотели приложить свои маленькие ручки к большому делу. В четверг на склоне реки Волги прошла акция по озеленению. Данная земля принадлежит санаторию Станка, профсоюзам санатория Станка. Профсоюзы тоже сегодня участвуют. А в годы Великой Отечественной войны данные профсоюзы были госпиталем. И единовременно оказывали помощь и реабилитацию по 500 воинов, которые принесли нам нашу многострадальную победу. Символично, что теперь рядом с санаторием, бывшим военным госпиталем, появится аллея победы. Высадили 78 берез в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На акцию собралось более 50 человек. Это работники здравницы и жители села Станка, среди которых много пенсионеров. Некоторые активисты приехали из других городов. К сожалению, в конце ноября в Варварске были уничтожены 20 берез. Да, был резонанс. Я думаю, что это вообще недопустимо, чтобы на склоне береги, Великой береги Волги, производилась выпиловка берез. Березы, они играют очень большую роль для укрепления берега. Эти берега подвержены оползням. Один из методов борьбы с ними – укрепление деревьями с мощной корневой системой. Этим березкам примерно год-полтора. Участники акции надеются, что на новом месте деревья приживутся. И эта территория станет еще популярнее для отдыха местных жителей и гостей из других регионов. Съемочная группа телекомпании «Барс» отправилась в настоящую глухомань, чтобы обрести там счастье. Не удивляйтесь, ведь именно далеко от областного центра в лесу находится питомник пушистых самоедов. Их владельцы Ирина и Василий Киаск стали новыми героями проекта на ПМЖ. Они переехали из столицы в село в Ивановской области и считают, что именно здесь они по-настоящему живут. Наша Наталья Сергеева навестила этих счастливых людей. Всем привет! Сегодня мы держим неблизкий путь, Пестяковский район. Направляемся на деревню Демидово. Надеемся скоро доехать, потому что уже от Иваново едем практически два часа. И вот на этой такой проселочной дороге выходят. Не встречаем даже какого-то встречного потока. Надеемся, доберемся в целости, в сохранности и расскажем, кто нас там ждет. Здравствуйте! Доехали! Ура! Мы думали, сами уже не доедем. Какая у вас глухомань! Демидово когда-то было процветающим селом. Сейчас здесь дома заброшены, а жить осталось в основном пожилое население. Ирина и Василий тут настоящие молодые помещики. В их владениях около гектара земли. Купили они этот участок еще лет 10 назад, а вот переехали сравнительно недавно. Сколько лет назад вы сюда переехали? Вот прям уже переехали? Три года назад. Три года назад сначала я переехал, потом Ирина ко мне сюда. И Шуи переехала. Сначала в Москве жили, потом сюда. Вот так сменить столичную жизнь на жизнь, в общем-то, в глухомане. Как оно, решение далось? Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Ну, было непривычно. Первое время просыпался, не знал, чем заняться. Вот на работу бежать не надо. Ну, маленький шок был. Надо заниматься всем, наоборот. Да, делать надо все. А сейчас свободного времени не хватает уже ни на что. Оба они родились и выросли под Шуей. Потом каждый своим путем поехал покорять Москву. От судьбы не убежишь. Там, в мегаполисе, встретились, влюбились, поженились. В их копилке у каждого больше десяти лет столичной жизни, которую они, без всяких сомнений, поменяли на лесную глушь. Ирина, познакомьтесь у нас с территорией. Она у вас большая. Что у вас здесь находится? Да, у нас гектар земли, три постройки. Основная – это бывшая больница. Подсобное помещение. Здесь была прачечная кухня. Ну, в данной ситуации мы здесь живем. Здесь у нас мастерская. Это бывшая аптека. А здесь это было какое-то поселковое, да, территории? Ну, это как больница была для села, да. Строили ее военно-пленные немцы. То есть здесь даже и роды принимали, родовая палата была. Ну, умирали, как везде. Искали интересную постройку, большую территорию, чтобы неподалеку водоем. Нашли на просторах интернета такую удивительную старину. Здание бывшей больницы – место особо привлекательное. Летняя фазенда, как шутят хозяева. Потому что тут нет ни света, ни отопления, ни воды. Зато какой царит дух! Сколько техники! У вас здесь вечеринки проходят? Вечеринки, да. Правда? Да. Ретро. Ретро. Это апартаменты. Всегда может приехать каждый желающий отдохнуть. Можно с животными. Френдли. Да. Дог, кэт, френдли. К нам приезжают друзья, родственники. И все счастливы, довольны. Начиная с августа. Ладно, с конца июля. Кровать самодел. Да. Топчан. 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 Можем полежать. Да. Попробуй. Да. Главное это снять. Все. Вот так. Классно? Я думала, что это жестко. Да нет, там два матраса. Все. Остается. Но сюда приезжают не только за этим мягким местом, а вот за этим пушистым счастьем. Ирина и Василий выращивают собак-самоедов. Получается, сколько лет вы уже... Покажи, пожалуйста, нашу Сашу. Ну, у нас в июне будет официально пять лет питомнику. А так самоеды у нас раньше появились. Но вот именно питомник пять лет. Прям разводить их стали, да? Да, маленький юбилей. Сложное дело-то. Ну, наверное, любое дело сложное. Здесь тоже есть сложности. Самое сложное, это когда ждешь роды, все равно переживаешь. Это ответственность. И по-разному может быть. Ну, все-таки такое количество, да? За все не нужен присмотр, уходность. Надо какой-то техно... Даже вот прививки, все это надо... Мы все это делаем, все знаем, да. Ну, уже как бы мы... Да, я изучала. Года два я изучала. Собаководство дали. И вот мы уже подошли основательно. Ирина и Василий называют самоедов-антидепрессантами. Еще будучи москвичами, ради радости и любви покупали их себе домой. Сначала семья Кеск и не думала разводить собак. Но вот пошло-поехало. И теперь эти пушистики – их жизнь. Кичи-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Эй, 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 Чарлик, Дын-дынка, Атя, пошлите домой. Вась, ты поймал? Ирина работает иллюстратором в одном из московских издательств. Василий – водитель кареты скорой помощи. Самоеды – это их пушистая семья. Щенки, родившиеся здесь, в Пастяковском районе, уезжают в свои новые семьи по всей стране. И даже за границу. Вот и наша съемочная группа увозит из Демидова, уж если не щенка, то частичку самоедского счастья. Майя! Уеду, счастливая! Но это далеко не все, что мы хотели рассказать про удивительную семью Кяска и необычное место, в котором они живут. Так что включайте наш эфир в пятницу, 26 мая, в 19 часов и смотрите проект на ПМЖ. Все, Буч! Буч, у меня микрофон, я серьезный человек сейчас. Постепенно. Только мошек. Хорошо живем. Дух бродит здесь. Ну, типа девочка, да. Девочка, ладно. С глазами в руках. Очень интересно. Пора уже? Вот, смотрим сюда. Надо здравствуйте говорить. Привет или здравствуйте. Привет! В четверг, 25 мая, православные отмечают великий праздник Вознесения Господни. В одноименном храме у железнодорожного вокзала прошла божественная литургия. Идея построить на вокзальной площади покаянный храм Вознесения Господни была поддержана в 2005 году. Это прообраз, возведенный в 1851 году по проекту Константина Тона, утраченной Церковь Вознесения Господня. Прежний храм долгое время был главной церковью города. Сейчас на его месте, на проспекте Ленина, 43, расположено административное здание с магазином и филиалом Буза. Во вновь построенном храме Вознесения Господня на вокзальной площади сейчас ведутся отделочные работы. Но уже шесть лет в этот престольный праздник его двери открыты для всех прихожан. Не так давно здесь появился алтарь. Мастера писали его вручную почти два с половиной года. Все христиане отмечают праздник Вознесения Господня. И это особый праздник для нашего города. В богоборческие годы было разрушено достаточно большое количество храмов, в том числе и прекрасный Вознесенский собор. Поэтому на новом месте сегодня возрожден также Вознесенский храм, который является украшением нашего города. Теперь о погоде. Расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Дни здоровья в клинике, варикоза нет. Приходите обследоваться. Только с 19 по 25 мая прием фриболога с УЗИ ВЕН 1200 рублей. В пятницу в регионе нас ждет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха 50%. Наступающие выходные дни, по прогнозам синоптиков, без резких температурных изменений. Временами небольшие осадки. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм. Номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 587777. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Продолжение следует...